Есть одна мудрость на востоке, Олег. Сделал человеку добро. Убей его. Как точно. У меня был опыт до этого только короткометражных фильмов. Сложно найти финансирование, наверное, как и везде. Потому что сам процесс съемок мне безумно нравится. И это, безусловно, физически сложно, может быть, морально, но это быстро очень все забывается. И когда ты занимаешься любимым делом, эти сложности, они уходятся на второй план. Они очевидны, ты понимаешь прекрасно, на что ты идешь, к чему ты готов. Но это все кайф от самого процесса. И поэтому говорить о том, что это сложно, нет. А вот найти финансирование, да, это проблема в России. Поэтому я долго ждал этот фильм. Я лет пять ждал финансирования, подавался на разные печеньки. И вот только спустя пять лет после того, как я закончил университет, у меня уже был готовый сценарий, я смог запуститься со съемками этого фильма. Она совокупная история, на самом деле. Меня, конечно, вдохновили некоторые события, которые происходили в Сибири. Я сам из сибирского города. Меня самого с детства мой дед таскал по тайге много. Я знаком с этой средой, с случаями, которые происходят с людьми, безусловно. Часть истории взята совокупно из разных рассказов, там, таежников, егерей, различных жителей той местности. Часть мною додумана, что-то взято из личного опыта в плане переживаний, отношений. Потому что это не про отношения, поэтому тут совокупно. Нельзя сказать, что от и до сценарий только на какой-то одной истории. Вообще в Сибири много таких мест, где так или иначе люди пытаются поправить свое здоровье. Если говорить про Родоновые озера, то, в принципе, даже официальной медициной уже установлены факты того, что это благоприятно влияет на суставы, на различные виды заболеваний. Вокруг таких мест вообще очень много спекуляций. На самом деле очень много мистицизма и такого наведения тени на плетень, как у нас говорят. Но, тем не менее, я верю, по крайней мере, что, а, мир не заканчивается на пяти чувствах, да, и, б, что очень велика сила самовнушения человека. При посещении такого места или места, вокруг которого есть некий ореол, это как внутренняя медитация. Человек идет, готовится, и даже если нет волшебства в самом этом месте, то, веря в это, очень многое можно в себе изменить и в психологическом плане, и на физическом уровне. Вот в такие вещи я точно верю. Перед, о чем здесь? Надькины слезы не помогут. Не надейся. Я тебя с того света достану. Подающий надежды бригадир. Продолжение следует...